Один из тех, кто участвовал в организации не раз, ну вот в том виде, в котором он сейчас, то есть мы и с Эльфией Рашидовной изначально познакомились, пригласили, то есть у Рейга Пяряча встречались, обсуждали моменты того, что надо заниматься татарским языком в Санкт-Петербурге, ну то есть потому что язык, татарский язык, это является основой татар. То есть если мы забудем язык, то не будет уже народа. К сожалению, я татарский не знаю, потому что я татарин, но только по маме. И она, к сожалению, татарский язык, ну в силу, наверное, советского времени, она еще не знала и со мной как бы не разговаривала. Ну я вот в силу уже осознанного возраста, скажем так, решил, что все надо как бы вопросом заниматься, но честно сказать, очень тяжело идет татарский язык, тем более если брать, что работа, все это очень сильно отвлекает. Ну если заниматься языком, надо заниматься и постоянно. Практиковать и учить что-то новое. Здесь немножко, может быть, в Петербурге не хватает, может быть, какой-то практики именно культуры, там, ну театр мало. Сейчас есть народный театр татарский, но у них пока что еще они только начали, у них мало каких-то спектаклей. Из Казани, конечно, приезжают, но очень редко. А вы из Петербурга, да? Да. Ну, родился я в Якутске. Изначально я родился в Якутске, и мы переехали сюда в 99-м году, то есть, ну, считайте уже, что из Петербурга. У меня все родственники татары, а они здесь. Частично здесь, частично в Казахстане. То есть, там, мы, моя мама родилась из Казахстана. А, да. В переписи вас переписали? Да, я, 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 я тогда болел ковидом дома, и ко мне никто не приходил, но я через госуслуги у меня супруга рассказала, давай-ка перепишемся с тобой быстренько. Говорю, я не забыть, послышь ты татарин. То есть, жена смотивировала, да? Нет, ну, как бы надо было, потому что данные статистики, они, как бы, ну, такие неадекватные немножко, потому что татары намного больше, чем пока. То есть, не 20 тысяч, все-таки, да? Нет, их намного больше. Просто кто-то, ну, это вопрос с самой идентификацией. То есть, в этом есть определенная проблема, мы пытаемся с этим как-то бороться. Решить вопрос. Да, решить вопрос. Ну, как мы можем. Культура, язык. А, на самом деле, сколько человек собирается? Здесь 20 тысяч. Есть сабантуй, который проводит из Гидио в Тосно, да? Это поселок Шапки. Он собрал, ну, слушайте, народу было много, так лично не считал. Последний сабантуй, который вот основной у нас есть, да? Который проходит в деревне Янкового во Всеволожском районе. Там народов было действительно много, было еще жаркий день, то есть там целая толпа. Ну, это еще можно связать с тем, что многие... Все соскучились по этому празднику, потому что там собираются, на самом деле, не только татары. Там собираются все местные жители, все приезжие, скажем так, из стран СНГ, то есть там много людей. То есть праздник такой вот собирали. Очень много. И у нас София осталась. Неоправедливо.